Приветствую вас. Я отвечу вам на ваш вопрос с двух сторон, с двух позиций. С позиции мужчины и с позиции вашей, собственно говоря. Почему так? Дело в том, что отношения строят двое людей. И совершенно очевидно, на мой взгляд, что в том, что происходит между вами, то есть в том, что мужчина вам говорит только о ваших недостатках, но не говорит о ваших положительных сторонах, это безусловно такая, знаете, в кавычках заслуга, да? Не только его, но и в общем и целом ваша тоже. То есть это, грубо говоря, заслуга обоих людей, обоих партнеров, скажем так. И, соответственно, если мы считаем эту позицию верной, если мы считаем ее правильной, если мы ее придерживаемся, то, соответственно, можно в таком службе утверждать, что мужчина говорит вам подобные слова, потому что ему это нужно. Это вот первое. То есть, может быть, он боится увидеть у вас какие-то положительные стороны, да? Потому что тогда ему пришлось бы признать, что вы хорошие, что вы достойные, ну, его, его. И, опять же, для мужчины наступления каких-то негативных, скорее всего, последствий. То есть, именно для мужчины это какие-то негативные последствия влечет. Это нужно обязательно учитывать при оценке ситуации, ибо это очень важно. Далее. Мужчина может, с точки зрения, вот, например, психоанализа, мужчина может видеть себя в вас. То есть, говоря о ваших недостатках, о ваших отрицательных сторонах, мужчина может тем самым говорить о себе таким вот образом. Ну, такой, можно сказать, формы. То есть, напрямую говорить о своих недостатках мужчина не может, а вот через кого-то, да? То есть, ну, грубо говоря, через посредников. Мужчина вполне может это делать. И здесь, если вы прислушаетесь внимательно к тому, что он говорит, Возможно, вы увидите то, чего человек хочет сам, но что он, например, себе запрещает? Ну, по ряду причин. То есть, человек в вас видит свое ображение. Сам этого, вероятно, не... не сознавал. Это очень важный момент. А, наконец, человек может сознательно унижать вас для того, чтобы чувствовать себя лучше. То есть, унижая вас, человек, ну, как бы это сказать, унижая вас, мужчина дает себе чувство комфорта, уверенности, защищенности и так далее. Когда он не унижает вас, ему плохо и он чувствует тревогу, которую сам объяснить вряд ли бы смог. И, наконец, последнее, что можно сказать, это то, что мужчина может направлять родительские сценарии. То есть, человек научился от родителей про тех, кого он любит, например, говорить плохо. То есть, человек в детстве видел, как его родители, например, любят друг друга и говорят, что вот мама, например, любит папу, да, но при этом видя, как они друг друга оскорбляют, унижают, поливают грязь. И так далее. А человек, соответственно, думает, может быть, это вообще единственная форма любви, может быть, другой формы любви, нет? Думает, думает такой человек. То есть, он не может по-другому выражать свою любовь. Ну, вот не умеет человек. Это бывает. Вы можете посмотреть на это, если, например, сравните, как он общается с другими людьми, как он взаимодействует с другими людьми. То есть, вот, если человек с другими людьми ведет себя хорошо, да, то есть, ну, если вы видите, что он вежлив, что он отходитель, что сохраняет рамки. Какие-то приличия, да, и так далее. Если вы это видите, то можно говорить о том, что люди для этого человека подразделяются на две категории. Первая категории – это те, кого он может ругать и недостатки, кого он может замечать и тем самым проявлять любовь к этим людям. Ну, вот, в такой немножко извращенной форме, да, потому что за этим, как правило, стоит страх близости. Человек боится настоящей близости, потому что когда он хотел ее, когда он хотел настоящей близости, его там, ну, например, унижали, его там, как-то, может быть, ругали. И так далее. То есть, настоящая близость для человека уже давно забыта, грубо говоря. Это неприятно, это всегда очень травматично. Но с этим ничего не поделать. То есть, если вы заметите у своего мужчины такой вот вектор поведения, это значит, что это родительская директива такая у него. И тут его можно только постоянно повергать в состояние десананса, чтобы человек видел, что может быть по-другому. Близость, что можно быть по-другому, близким, любимым человеком. Либо направить его к специалисту для того, чтобы уже специалист направил человека на истинный путь, да, то есть помог ему разобраться в себе и увидеть. У него есть те проблемы, которые у него есть. К сожалению, по-другому здесь не получится никак. Это невозможно. Теперь то, что касается вас. Вы считаете, например, что молодой человек, ваш мужчина действительно, например, говорит о ваших недостатках. То есть вы считаете, что у вас действительно есть недостатки. И мужчина о них говорит. Если вы задаете вопрос свой на эту тему, значит вас подобное задевает. Если вас подобное задевает, значит вы не принимаете себя. Ну, до конца полностью вы себя не принимаете. Если вы не принимаете себя, то у этого должны быть причины. То есть, грубо говоря, должны быть основания, по которым вы себя не принимаете. Что вас, грубо говоря, задевает то, что человек говорит о ваших недостатках. То есть это как бы проблематика, она такая, в том числе и ваша. И, соответственно, либо вы работаете с ней сами, с этой проблематикой. Либо вы не работаете с этой проблематикой. И тогда всякий раз вы рискуете быть задетой, например, обиженной и так далее. То есть, если вас задевает, ну, то есть вызывает какие-то неприятные эмоции. То, что человек говорит о ваших недостатках, значит для вас это повод развиваться. Для вас это повод лучше узнавать себя, например. Для вас это повод стараться понять себя. Для вас это повод увидеть, какая вы. Ну, например, настоящее. Что вы, например, представляете из себя. То есть для вас это повод стать более самодостаточной, чем вы есть сейчас. Конечно, только если вы этого хотите. То есть понятно, что если вам это не нужно, если вам это не интересно, то делать вы вряд ли будете это делать. Да? Это важный момент. Соответственно, откуда это идет? Откуда идет вот то, что вы не принимаете в себе какие-то недостатки и хотели бы, вероятно, чтобы, ну, может быть, вам говорили хорошие вещи только и так далее. То есть, по сути, это идет, опять же, из детства. В этом плане вы с мужчиной со своим, вероятно, даже чем-то похожи. В том плане, что и мужчина, и вы, возможно, возможно, не принимаете себя. Только мужчина занимается проекцией, проецирующим непринятием себя. В зависимости от того, какая была модель поведения именно ваших родителей в этих ситуациях, в этих случаях. То есть, как вы, например, научились реагировать, как вы оба с мужчиной научились реагировать на какие-то проблемные ситуации, на стрессовые ситуации. И как вы научились, значит, грубо говоря, находить выход. То есть, как вы научились снимать напряжение. Это тоже такой очень важный момент. Я бы сказал здесь, что обязательно имеет смысл увидеть, какое ваше любимое чувство. Например, у мужчины любимое чувство, да, это поиграть в родительский комитет, например. А у вас любимое чувство, это, ну, допустим, побыть жертвой, позиции жертвы. Понимаете? А поскольку родительский комитет, в который может играть мужчина, предполагает, что обязательно есть жертва, то вы друг другу идеально подходите. И последнее, что стоит сказать, это то, что поведение мужчины не изменится до тех пор, пока вы не будете его стимулировать. То есть, если человека не стимулировать на то, чтобы он делал какие-то вещи, поступки, как-то менялся и так далее, то он не будет этого делать. Поэтому мужчина сам к себе не прекратит указывать вам на ваши недостатки. Особенно, если это не перестанет вас задевать. Если перестанет задевать, то мужчина моментально потеряет всякий интерес от этого. И таким образом, таким образом, можно говорить об окончании его игры в результате окончания вашей игры. Хотите вы этого или нет, это уже ваше решение, ваше право. Но если вам не нравятся такие отношения, то я полагаю, что пора, пора что-либо менять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Пишите, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Благодарю за Lilly.